Вот такую круглую коробку я сделала из сбросового материала и заберточной крафт-бумаги. Я сделала её большой, но можно сделать её поменьше. Использовать как кашпо для цветов, конечно, лучше, наверное, искусственных, потому что это всё-таки изделия из бумаги. Также эту коробочку можно использовать для хранения разных вещей. Игрушек, творческих материалов. Для изготовления такой коробки корзины мне понадобилась форма, с помощью которой я буду делать эту корзину. Это у меня было ведро после строительства. Осталась бумага, клей ПВА, кисточка, вода, клеевой пистолет. Сначала я приступила к изготовлению бумажной косы. Для этого я порвала на полосы крат-бумагу, соединила степлером три полоски бумаги вместе и принялась плести косу. Места, где бумага заканчивалась, я приклеивала с помощью клеевого карандаша новую полоску бумаги и так сплела нужную длину мне косички. Места, где бумага заканчивалась, и так сплела нужную длину. Затем ведро, которое будет мне служить формой для изготовления этой коробки, я обернула в пленку. И стала наклеивать на это ведро, разорванную на кусочки, крафт-бумагу. Для того, чтобы бумага все-таки принимала форму, сначала я ее немножко намочила, увлажнила, и затем уже приклеивала с помощью клея ПВА на это ведро. После того, как первый слой бумаги высох, я уже в дальнейшем не увлажняла бумагу, а приклеивала ее сухой к этой форме. Наклей ПВА. И так приклеивайте столько слоев бумаги, сколько вам будет нужно для толщины этой коробки. После приклеивания одного слоя бумаги, давайте корзине высохнуть, не клейте все сразу. После того, как заготовка у нас готова, мы начинаем приклеивать к коробке бумажную косу. Начинала я ее приклеивать снизу вверх с помощью клеевого пистолета. КОНЕЦ КОНЕЦ Верхний срез коробки я обрезала. Можно оставить все так, в таком виде. Но я решила обклеить ее еще остатками бумажной косы. Приклеивала я также с помощью клеевого пистолета. Загнула эту косу внутрь и также приклеила изнутри эту косу клеевым пистолетом. Кончики бумаги, которые у меня оставались, я или приклеивала потом клеем ПВА, или прятала внутрь косы. Дно корзины было у меня немножко такое выпуклое, поэтому я намочила его и поставила сохнуть под пресс, чтобы дно стало ровным. Можно покрыть бумагу внутри лаком водным. Можно сшить чехол из ткани внутрь. Приклеить какой-нибудь материал, кожу, кожзам. На ваше усмотрение. Можете оставить и так, как было. Надеюсь, вам понравилась эта идея использования бросового материала, и мы даём таким образом вторую жизнь ненужным вещам. Друзья, если вам нравится создавать вещи своими руками, вы можете посмотреть ещё другие мои работы в плейлисте «Рукоделие. Поделки своими руками». Может быть, вы вдохновитесь какими-то идеями в создании вещей, которые есть у меня в этом плейлисте. Желаю вам приятного просмотра, успеха в вашем творчестве. Всего вам доброго. Всего хорошего, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok